День рождения в кругу друзей. Именно так решила отпраздновать трехлетие дошкольное отделение Одинцовской СОЖ номер 3. Большой праздничный торт, развлекательная программа и подарки, которые, кстати, ребята должны были собрать в результате прохождения квеста. Мы решили пригласить в гости детские сады 71, 77 и 13 и провели для них квест-игру, спортивно-развлекательную, цирк, цирк, цирк. Чтобы преодолеть станции, ребятам потребовались вся сила и ловкость. Боулинг, самокаты, прыжки на лошадях. На несколько часов спортивный зал дошкольного отделения превратился в цирковую арену. Было очень весело и мы очень рады, что к нам приехали в гости. Приглашение действительно было отчасти неожиданно, потому что такие мероприятия, в принципе, наверное, проводятся, день рождения сада проводятся первый раз. И когда нам Татьяна Павловна предложила, конечно, мы с удовольствием откликнулись. Но грандиозности мы, конечно, не представляли масштаба в таком мероприятии. Было очень здорово, весело, эмоционально. Я хочу поздравить ребят для уважения, чтобы они хорошо здесь, счастливы были, хорошо учились здесь. Дошкольное отделение при Одинцовской СОЖ номер 3 на практике доказывает свою эффективность. Дети меньше волнуются перед поступлением в первый класс, потому что переход из детского сада в школу можно назвать условным, ведь находятся два этих подразделения в одном здании. Принимая детей в три года, у нас есть возможность посмотреть, что с ребенком будет, когда он будет в 11 классе. А сейчас для нас более конкретная цель – это, конечно, тесное сотрудничество с начальной школой, чтобы те детки, которые приходили в начальную школу, для них это было, ну, просто перешел в другой корпус. Дошколета признались, что им совсем не хочется расставаться с воспитателями. Они даже готовы есть по утрам манную кашу и спать в обед. Покинуть свои группы будет непросто. Здесь любимые игрушки, друзья – своя особая атмосфера. Взаимодействие с учителями позволяет нам проводить совместные мероприятия, чтобы учителя видели нашу работу, воспитатели видели работу учителей. Ну и таким образом помогать детям пройти в первый класс более адаптированно. Три года исполнилось дошкольному отделению с одной стороны и совсем ничего, а с другой – это годы становления и сплочения дружной команды. Впереди много планов и идей, и все они будут реализованы. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».